Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Тарасова Ольга Николаевна. Я воспитатель коррекционной группы детского сада номер 8 «Белочка». Мой проект называется «Учимся общаться». Цель данного проекта – это создание единого образовательного пространства «Детский сад-семья» для развития у детей старшего дошкольного возраста коммуникативных навыков. Еще хотела сказать, что дети, с которыми я работаю, очень сложные, то есть они эмоционально замкнутые. Поэтому задача проекта – коммуникативное развитие воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами отработки эмоциональных методов и приемов, направленных на улучшение качеств образовательной системы. Создание условий для обеспечения качественной реализации мероприятий по развитию коммуникативных навыков, повысить уровень психолого-педагогических знаний родителей и вовлечении в процессе формирования детей коммуникативных навыков. Способствовать созданию речевой предметно-развивающей среды в домашних условиях и в детском саду, активное включение детей и родителей в творческую деятельность. Актуальность данного проекта, я считаю, что как раз и учить детей взаимодействие с другими людьми, в результате чего формируется их представление о себе и собственных возможностях. Конечно, большую роль играют и родители, и педагоги, умеющие правильно организовать, правильные отношения между детьми в период их дошкольного детства. Важно детям прививать элементарную культуру общения, помогающую устанавливать контакты со сверстниками, умение вискрика и ссор договариваться и обращаться с просьбой, потому что дети довольно-таки сложные. Содержание проекта, то есть это вот все я делала поэтапно. Первый этап – это информационно-аналитическое обеспечение проекта. То есть все зависит на сайте, в принципе, можно познакомиться. Второй этап – это методическое обеспечение проекта. Третий этап – это, естественно, работа с детьми. Четвертый этап – это работа с родителями. Большая была проделана работа с родителями. И пятый этап – это как раз презентация опыта работы. Были мероприятия в рамках проекта. Это дети изучали новые сюжетные роли в игре, ритмические и нотационные игры со словами, наблюдение, чтение художественных произведений, рассказывание художественных русских народных сказок и авторских, беседы, развивающие игры, релаксации. Это фотографии, которые… То есть как раз привлекали… Здесь мы привлекали родителей. Здесь дети в своей группе показывали сказку для родителей, после чего у нас проходило чаепитие. То есть мы не только вот проводим, но мы привлекаем наших родителей. Конечно. Ну, как раз работа с родителем. Родительские собрания, консультации для родителей, открытые показы, где мы приглашаем наших родителей. Вот наглядные виды работы, информационные стенды, стенды, папки и передвижки, выставки детских работ, дидактические игры и литература, все, которые мы предоставляем нашим родителям. Вот мы как раз показывали родителям сказку. Но у нас много разных интересных мероприятий. На улице приглашаем родителей, привлекаемых поучаствовать в жизни. И, конечно, достигнутые результаты. В результате проекта у детей повысилась речевая активность. Они с желанием общаются со сверстниками и взрослыми, проявляют инициативу в общении, расширилось их содержание общения, повысился уровень коммуникативной компетенции детей и их родителей, повысилось желание родителей принимать участие в формировании предметно-развивающей среды в дом и дома. Спасибо за внимание. А среклами 14, новом азии секунду 14. И мы берем группу с 5 лет и ведем их на школу. Спасибо большое.